всем привет сегодня на обзоре немного необычное для нас для нашего канала устройства нет я тут один просто говорю как бы вовлекаю вас так сказать в виртуальный диалог скажем это должно улучшить восприятие скажем я пока не двинулся умом чтобы говорить о себе во множественном числе в общем это юсб си цапик но при этом скажем он сделан компания сибасоник или сайбасоник из гонконга байта по это треугольничек либо это 4 не знаю что это треугольничек у них означает но в общем это юсб си цапик но при этом скажем они подумали и все-таки вспомнили наверное не единственный кто подумал что все таки его большинство людей будут втыкать в смартфон и поэтому они реализовали его так чтобы использовать его со смартфоном было максимально удобно скажем может быть не супер максимально удобно но по крайней мере повысили скажем удобство использования его со смартфоном и сделали в нем множество других полезных фишек по сравнению скажем с ориентированными максимально на звук решениями типа мэйзу цапа или скажем цапиков от айбаса тут есть кое-что интересное чем они могут удивить ценник на него составляет примерно 50 долларов они по-моему еще сами не до конца определились ценой но обещали сделать ее доступной то есть в их понимании примерно долларов 50 ну и в принципе им готов о нем поговорить но скажем анекдот дня неизбежен как коронавирус сегодня сам видел как через как старушка помогла перейти через дорогу мальчику залипавшему в смартфоне видите скажем аккуратно даже с интегрировался с текущим обзором упаковка стандартника такая пластиковая в общем никаких супер крутых штук аккуратно перечислены фишки фоточка устройства сзади дополнительная информация нас конечно же интересует спецификации какой-то best техник ps3100 чипсет цапа даже не знаю что это такое но как бы есть и есть хорошо а вот макс 97 220 это скажем я знаю и многие знают это операционный усилитель энергоэффективный часто используется в компактных устройствах там где нужно скажем раскачать наушники но при этом не выжать наглухо всю батарею и вот первая интересная штука у него есть отдельный юсб си порт можно подключать смартфон то есть можно включить его в смартфон и в смартфон же либо подключить к чему-то то есть по дата кабелю либо заряжать при этом он поддерживает и quick charge и пигель ну как там power delivery 3.0 то есть подумали о том что люди которые слушают музыку со смартфона скажем или играют они просто могут может быть крайне необходимо зарядить телефон и это прям революционная фишка немножко преувеличиваю но совсем немного ну или скажем например если у вас там темпотек v1a используется в качестве цифрового транспорта поткнули в него этот юсб цапик включили в навечную зарядку поткнули сюда провод включили в усилитель в общем можно придумывать много полезных применений у него есть свой собственный микрофон но также поддерживается и гарнитура на проводе есть встроенный эквалайзер с несколькими режимами работы но на самом деле там большинство режимов работы это либо вышечка ярко выраженная либо просто усиление баса либо большое усиление баса без усиления верхних частот если не забуду совсем то в этом месте где-нибудь надо вставить картинку с которая показывает это 125 милливатт на канал мощности то есть подумали о том что нужно раскачивать даже полноразмерные наушники ну и там низкий показатель общих гармонических и скажи искаживаний и 110 децибел разделения каналов но как бы насчет разделения каналов честно говоря терзают меня сомнения как они их намерили ну а хватит разговоров перейдем к делу вот тут внутри еще немножко дополнительной информации то есть светодиодик показывает разрешение сигнала 44 1 48 96 а вот эти вот аудио файл клюрити и гейминг я сначала подумал что это не считаю что типа 44 1 это аудиофильский 48 это клюрити чистота 96 гейминг но на самом деле это просто три режима работы эквалайзера то есть они их так обозвали и они не имеют отношения к этим циферкам то есть это два группа индикаторов одна отображают две разных вещи ну и вот собственно сам сам этот гаджетеныш пластиковый корпус довольно компактненький то есть подумали о том что его подключить к смартфону и оставить него подключенным такой немножечко сделаны выходы под углом не знаю скажем просто дизайнерский это ход или такая задумка чтобы большие штекеры друг другу не мешали но скажем расходятся они в разные стороны чуть-чуть вот эти вот три светодиода и которые индикаторы разрешения сигнала и заодно выбранного режима эквалайзера еще один светодиод показывает когда идет зарядка он по моему красным светится для обычной зарядки розовым для quick charge или наоборот и вот этот угол выступает в роли кнопочки щелчками переключается эквалайзер микрофон выход на наушники и юсб си вход выход все сразу в общем подключается к устройству запускается ну и после этого скажем он играет видите не обманываю остается включить наушники вот так и собственно слушать музыку у меня нет просто смартфона с юсб си поэтому в его роли будет выступать фио м11 pro но думаю что использовать в роли транспорта не так важно собственно вот но был хан красиво полежат в кадре дополняя это все и в общем то все что можно про него сказать но и несколько таких замечаний во первых несколько раз я с ним получал щелчки такие небольшие но это довольно редкое явление также учитывайте то что тут стоит довольно мощный усилитель поэтому неосторожное включение большой громкости может повредить вам либо уши либо наушники с кошельком я даже не знаю что страшнее поэтому остерегайтесь высокой мощности и торфяных болот что еще есть фоновый шум с большинством наушников он легкий но скажем супер чувствительным чем-то он будет присутствовать это намеренная идея разработчиков они решили что больше мощности это лучше чем темный фон ну и с учетом того что многие будут слушать с ними полно размеры наверное это логично также при подключении устройства есть щелчок поэтому сначала включаем его потом уже подключаем наушники когда сам цапик стартанул но вот в общем то теперь наверное все сказал про него а ну и в принципе еще как бы он зависит зависит от софтовых плееров ну скажем лучше всего себя как обычно показывают ее и пипи и нитру ну конечно же поговорим о звуке иначе зачем мы все здесь сегодня собрались принципе довольно неплохое устройство более-менее нейтральное ну скажем сразу скажу что спойлер да там мэйзу хай фай так про и дон глотой бас и звучат немножко лучше если вам нужно именно максимальная там детальность аудиофильность и все прочее но в целом по сравнению с обычными переходниками современных смартфонов или просто смартфонами с трех с половиной миллиметровым выходом все-таки тут есть шаг вперед поэтому скажем это вот решение к такой посредине между аудиофильскостью и скажем миром обычных пользователей наверное пойду пошагово естественно звук я буду описывать для выключенного эквалайзера делая некоторые помею как ремарки для включенного в общем бас нейтральный с хорошей плотностью к хорошим контролем ударом и всем остальным но все-таки устройство довольно мощное поэтому скажем низкие частоты тут хорошо контролируются им достаточно силы достаточно веса и всего остального по умолчанию они не приукрашенные глубина нормальная но не максимальная поэтому скажем глубокие слои ничи присутствует но не супер акцентируется но в принципе для любителей басовитой подачи тут есть эквалайзер с довольно мощными функциями басбоуста поэтому тут можно выбрать скажем или немножко добавить низких частот ну или конкретных так навалить поэтому последнее должно порадовать басхедов или любителей такой подачи кроме того этот басхедный режим он помог как раз назван как гейминг и вот в этом гейминг режиме он максимально подчеркивает низкие частоты и в целом в принципе мне с моими с моей любовью к казуальным играм это нравится не знаю скажем как себя эта штука ведет каких-то скажем так серьезных мобильных играх ну я понимаю что это звучит почти как оксюмарон но есть все-таки всякие там фортнайты и же с ним то есть более менее серьезные вещи в которых наверное нужно там позиционирование источника звука и все такое кстати не знаю догадались какие-нибудь производители наладить там линейку цапиков для фортнайт или нет золотая жила получится так вот не знаю как там в таких играх но скажем во всяких скролл-шутерах которые я люблю бумкает все и взрывается эффектно с включением этого эквалайзера хотя на самом деле с учетом текущей обстановки в мире то самая лучшая игра это плагью инк играйте пока их не везде удалили так вот принципе в качестве примера низких частот не отнести конечно же то что я всегда использую в качестве примера низких частот когда нужно мощь нч и скажем кач и все остальное это продиджи дизел пауэр и в принципе этот цапик и в нулевом положении неплохо скажем низкие частоты прокачивать но если включить bass boost то скажем их становится больше и они начинают хорошенечко даг доминировать ну как бы это так и должно быть на этом на этой композиции в принципе это звучит приятно средние частоты скажем нормальные по разрешению то есть не плохо не хорошо ну скажем нормально поэтому как бы не стоит ждать тут каких-то там мега откровений по разрешению а вот что улучшается по сравнению со стоковыми смартфонами это конечно же воображаемая сцена подрастает глубина она появляется скажем позиционирование вот это вот в глубину разделение планов и это чаще всего самое заметное улучшение по мнению с обычными смартфонами глубина где-то чуть меньше средний но все равно очень неплохая ширина средняя в принципе адаптер балансирует не пытается срываться в микроконтраст но с другой стороны он как бы не критично относится к качеству материала со стримингом себя показывает хорошо со стриминговыми сервисами с чем-то пожатым в mp3 не идеально сведенным и так далее но при этом звучит с неплохой эмоциональностью в качестве примера для средних частот rush классика группы rush собственно все классика но лестница якого это хорошая композиция ну в общем это это всегда rush сложные гитары сложные ударные басовая линия все остальное в общем насыщена плотно и так далее конечно же полностью отыграть эту композицию так как положено этот адаптер не может но играет на неплохом очень уровне скажем приятно без крупные крупных ярко выраженных косяков просто чтобы отыграть эту композицию как следует нужно просто выдернуть этот шнурочек и включить его в сам m11 pro вот тогда будет как бы неплохо так как должно быть но скажем это уже если придираться там с аудиофильской точки зрения ну и в ч в ч не хватает немного протяженности если сравнивать там с чем-то типа тех же айбаса и они немножко смягчены не знаю сделано это случайно либо же это преднамеренная идея в принципе это как бы для тех кто не любит верхние частоты это хорошо это также хорошо для не сильно качественно сведенной современной музыки который много сейчас когда компрессия там в войнах за громкость превращает верхней в ч в какую-то шнягу при этом в че комфортные неплохое разрешение как бы не они не завалены совсем наглухо так чуть-чуть смягчены чтобы звучать приятнее них нормальное разрешение то есть как бы вот разрешение нормально это один из девизов этого устройства и что еще сказать про в ч как бы нет какой-то там насыщенностью бертонами аудиофильскости но скажем они тут нужны для того чтобы отыгрывать в первую очередь основную часть тонов они убертона поэтому с этой задачей они справляются ну и собственно надо не забывать что есть еще один режим эквалайзера который дает v-образную а чихашку и собственно он по-моему назван как раз clarity или в общем и вот именно этот clarity режим подымает в че и действительно оправдывая название немножечко добавляет ясности и чистоты всему звучанию и в качестве примера уже он мелькнул на экране это sting englishman in new york как всегда sting великолепно стильный и с хорошо прописанной перкуссии довольно заметной но и скажем с другими цапами это перкуссия даже может быть немножко иногда слишком акцентированной а тут она подается комфортно конечно не хватает всем этим тарелочкам чуть больше в этой насыщенности обертонами про которые уже упоминал но как бы мы говорим о недорогом устройстве ориентирована на широкую аудиторию поэтому подходить к ней с мерками аудиофильскими наверное не приходится еще раз резюмируя звуковую часть резюмируя звуковую часть нейтральный с нормальным разрешением улучшающий сцену умеющий добавлять басы верхних частот скажем звучащий более натурально чем обычные усредненные смартфоны в общем что еще про него сказать про мощность я уже говорил мощный раскачивает ну скажем может быть не тугие какие-нибудь планары но многие полноразмерные наушники раскачает без проблем поэтому это наверное хорошая новость для тех кто такими наушниками пользуются и что это что-то еще а ну с чувствительными внутриканалками есть фоновый шум допустим с ханами он небольшой и нормальный а вот с андромедой конечно уже будет шуметь довольно заметно но как бы это расплата за мощный усилитель если говорить о сравнениях то тут все по моему довольно очевидно если вам нужно максимально этом разрешение нейтральности естественность то конечно ваш выбор это и баса 10 01 ну или скажем такси ну такси будет одним из следующих обзоров он правда стоит там дороже раза в два с лишним по сравнению с этой штучкой и где-то в полтора-два раза дороже чем 10 01 ну ладно это предмет отдельного тоже разговора в общем если вам нужно максимальное разрешение натуральность нейтральность и прочие вот эти вот аудиофильские вещи то как бы 10 01 или там meizu hi-fi дак про то есть это вот те вещи те устройства которые сфокусированы на максимальной детальности и всех остальных схожих штуках если же вы не против пользоваться эквалайзером если вам нравится добавить басика если скажем вы их вам нравится идея что вам можно нужно заряжать устройство пока вы слушаете с него музыку но и при этом вы все равно хотите немного улучшить звук со смартфона либо же вам нужно больше мощности и как следствие громкости то скажем вот sebasonic как он там зовется байта или байта 4 это действительно хорошее устройство я рад что компания вышла на рынок с таким гаджетом что они подумали при его создании и реализовали множество хороших идей искренне желаю чтобы у них все получилось со стартом этого устройства и скажем чтобы мы увидели от них еще много других устройств потому что видно когда я скажем люди думают и стараются дать больше как 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 вообще на русском сказать больше value в общем дать больше пользы дать больше нужных вещей скажем как найти какой-то другой взгляд на знакомые гаджеты скажем и предложить что-то новое там спасибо за внимание